Да, ну конечно, раньше мы делали ключ как? Мы давали идеомоторные или так называемые более по-научному идеорефлекторные движения, которые помогают, а не трансгенные, они помогают войти в состояние психической релаксации, так называемое трансовое состояние, там себе производить самовнушение, которое вы хотите. Ну это по существу вместо гипнотизера, сам себя вводишь в это состояние, при этом отключается стресс, ты как бы совершаешь некий триггерный квантовый, по науке сейчас так модно говорить, квантовый переход, выходишь вот эти идеорефлекторные приемы, там и идея рефлекса, и подбираешь эти идеорефлекторные приемы, одно не получается, берешь другое, ну например рука всплывает там, и ты пока это делаешь, и пока нашел соответствие между образом и действием, синхронизацию между психическими и физиологическими процессами, стресс и падает, и ты выходишь на это состояние, это аутогенное погружение, по-другому можно называть, альфа состояние можно по-другому называть, ну это ключ первый был, базовый, для того, чтобы выйти на релаксацию. Ну сейчас мы даем уже синхрогимнастику, это повторяемые какие-то движения механические, это хлест руками по спине, это шалтай-болтай, косить траву, вы там подбираете, там себе, это для чего сделано? Для того, чтобы не у всех получаются вот эти идеорефлекторные приемы, ну шея зажата не получается, напряжение слишком высокое не получается, спина болит не получается, когда много конкурентующих сигналов в мозге для произведения вот этого действия. Ну там же все равно надо подбирать, на пальце вы пробуете, чтобы палец пошел там, на голове пробуете, чтобы голова пошла, да, то есть идея вызывает рефлекторное действие с моторным компонентом, но это ключ. А ключ, синхрогимнастика по методу ключ, это уже механические движения, почему они возникли? Потому что не у всех получалось так, как было по ключу, поэтому мне пришлось много лет работать для того, чтобы выяснить, какие инстинкты у человека включаются, выживательные, ну например, волнение, там, из этого волнения сделать упражнение, потрястись, и также и другие упражнения. Вот синхрогимнастика, это для тех, которые, во-первых, уже разгрузку сделали, уже восстановились, потом взяли эти приемы и поддерживают свое состояние, там, допустим, по 5 минут в день, или по несколько раз, по минуте, или по секундам, дробная синхрогимнастика. Это разные части ключа. Ну вот представьте себе йогу. Йога это система, могучая система, тысячелетняя история, развитие, апробированная система миллионами людей. Йогу возьмите и представьте себе, что очень много йоговских упражнений. Ну там принцип какой? Раньше был принцип шаг за шагом. И в аутотренинге такой же принцип. Шульц написал там, не переходя к следующему упражнению, пока не освоено предыдущее. Автор аутотогенной тренировки написал. Ну так можно бесконечное количество лет идти, и непонятно еще куда придешь. Ключ чем отличается? Он компактный. Он с первого раза дает результат. Почему? Потому что там другой принцип. Не принцип вот этот шаг за шагом, а принцип подбора путем перебора. Что это означает? Это означает, что, во-первых, эти упражнения, которые там даются, их ни одно, ни два, ни три. А там тоже много, как и в йоге. Только там даны принципы подбора путем перебора и зеленая зона. То есть вы подбираете себе то, что вам соответствует. Ну, конечно, то, что вам синхронно сразу вызывает сброс напряжения, вы выходите в то же самое состояние, только уже через вот эти механически повторяемые движения, как мама подбирает ритм качания ребенка. Вот же в чем дело. То есть это тоже много разных упражнений, которые вы перебираете. И самое главное, чего раньше никто никогда не знал, сам процесс подбора действия, которое вам подходит, тренирует у вас уже не исполнительность и настойчивость, что очень важно в жизни, а тренирует у вас креативность. То есть развивает творческий поиск, чтобы любую другую работу делать проще и эффективнее. Развивает творческие качества. Вот посмотрите. Поэтому, кто смотрит видео, допустим, посмотрел одно видео, какое-то упражнение поключу и говорит, у меня получается, да, сразу получается, а что дальше делать? Ну, так если у него сразу получается, во-первых, если он смотря что получается, помните мой афоризм? Мы не живем в головах друг друга. Напишите, что именно у вас получается. Если у вас получается, что вы вошли в это состояние, вот это нулевое состояние, безмолвие, когда стресс бросился, вы испытываете комфорт, что дальше делать? Ну, там же есть у нас и пози действия, и как настраиваться в этом состоянии на завтрашний день, и как решить задачу, которая ранее была вами неподъемная, и как наладить личные отношения. Там же все есть, то есть, как йога, как и цигун, как и другие системы. Здесь тоже есть, много упражнений, здесь тоже есть, но тут мощные правила. Принцип подбора путем перебора именно твоего упражнения. Поэтому ты сразу можешь подобрать то, что тебе подходит. И поэтому смотришь ролик, допустим, какое-то упражнение, и говоришь, да, мне нравится ваша алтая болта, я успокаиваюсь, ну и что? Да, вопрос, а что ты хочешь? Что ты хочешь? Ты хочешь инсуляции, или ты хочешь научиться, чтобы ты мог за мгновение, там, за несколько секунд, даже в самолете, когда он в турбуленции, вызвать это состояние без всяких упражнений? Да, потому что, когда ты занимаешься по принципу подбора путем перебора, у тебя не только развиваются творческие качества, у тебя развиваются новые навыки. Тем более, что мы обучение производим по схеме антистрессовой подготовки. То есть обучение производится при шуме, при помехах, в неудобных позах, ближе к реальной обстановке, чтобы ты мог и в самолете, и на стадионе, если тебе нужно, но ты боишься, например, не добежать. У тебя дыхания не хватает. Ты раз включаешь это состояние, и уже на автомате бежишь. Это все ему помогает. И йоге помогает, и плавание помогает. Это все ему помогает. Короче говоря, смотрите не один ролик, а много роликов у меня в Ютубе. Заходите в школу «Человек больше» в «Homo Futurus», и вы тогда увидите, что если вам какое-то упражнение не помогает, ну и бог с ним. Возьмите другое. Потому что ключ, в отличие от других систем, дает всегда гарантированный результат. Почему? Потому что если не получается одно, у вас получится другое. И вы знаете, как это подобрать. Вот в чем дело. Поэтому здесь, в отличие от других систем, гуру не нужен. Там гуру по своему опыту вам показывают. И наблюдают за вами, и вам говорят, ты лучше так делай, лучше так делай. Там от его классификации зависит. А здесь наука. Здесь эти принципы, правила и приемы, они как раз таки, где мы говорим, как найти себе соответствие, это как раз таки современное время, это самый современный научный метод, когда у человека мало времени, нету спортзала или группы для йоги там, или для цигуны, нету тренера. Когда ты сам можешь, зная все эти видео, читая книжку, например, «Украшение стресса» или сейчас новая выйдет в ВСТ, вы сами поймете, и при этом уже в поисках того действия, которое у вас получается, уже развиваете свою личность. Вот это интересно. Просто люди на это раньше не обращали внимания. Раньше на это не обращали внимания, что сам подбор приемов, которые соответствуют вам, а на самом деле вы в жизни так и делаете. Один любит ходить в бассейн, другой на фехтование, а третий штангу поднимать. Да, и вот когда он моделирует то, что он любит, например, с помощью этого же элемента ключ-два, тут большая система, она такая же, как йога, система духовного физического совершенствования, только современная. Находка для ленивых, потому что очень короткие и простые упражнения. И самая сложность большая – преодолеть этот шаблон. Потому что шаблон какой? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, или, например, без труда не вынешь рыбку из пруда. Но это смотря в каком деле. Если ты уже знаешь, как правильно ловить рыбу, так ты быстро поймаешь, а не знаешь, как это делать. Знание – силы. Вот в чем дело. А это научный метод. Поэтому давайте. Привет!